Это мой контроль теперь, а это моя... Это личная ваша прихоть или кто-то за вами... Дурак. Ну что, дурак, личная моя прихоть. Да нафиг ты мне нужен был. Ну, руководство вам сказало, где полицейские. Дурак, у нас есть принципы работы. Есть требования с таким детям, как ты. Ты у нас теперь находишься в группе риска, женщин, пожалуйста. А в какой группе? Был по риску. Неблагонадёжности. Знаешь такое слово? Когда ты вышел с пикетом... Ну, утратой доверия? Конечно. Я бы тебе вообще сказала, что ты предатель. Ты выступил против... А о чём выражается предательство? ...государственной идеологии нашей страны. Вот в чём предательство заключается. Ты что никак не понял, Вадим? Это не предательство. А я считаю, это предательство. Ну, это ваше мнение. Да нет, это не только моё мнение. Это теперь мнение ФСБ и будет суда мнение. Куда ты теперь попался? Ты никак нас не хотел услышать, вот я тебе и говорю. Я с тобой не буду разговаривать, как Татьяна Ивановна Потёмкина, психолог. Я буду разговаривать теперь только как карательный орган. Потому что... В ФСБ? Хуже? Хуже, я хуже. А, хуже. Я хуже. ФСБ, наверное, на тебя никак не повлияет, кроме того, как тебя осудить. А я ещё буду... Можете это завистение в комнату и избить до полусмерти. Я не буду тебя избивать. Я только своим словом тебя могу унизить. Надо только словами. Унижать не буду. Я тебе... Ну ладно. Я тебе вообще завтра приведу пацана, который из Донбасса бежал. 14 лет. И который 4 года в подземке сидел. И он тебе расскажет, кто агрессор, а кто не агрессор. И он тебе покажет все свои ранения, ампутированные ноги он тебе покажет. Я не сомневаюсь, что... Выбитый глаз своей сестры, которая украинским снарядом залетела в комнату. Я не сомневаюсь, что у него есть раны, я же это не отрицаю. Да ты отрицаешь. Ты говоришь, что мы агрессоры, а я тебе покажу другую сторону агрессии. Я не говорю... Да, ты не говорил. Ты выступил своим движением, уже все сказал. Надо думать, что ты делаешь. А теперь думай все, постоянно, каждый момент думай. Значит, теперь фотоотчет каждый вечер Евгения Валерьевича. А что будет, если я не буду делать фотоотчеты? Ну, тогда элементарно. Напишу жалобу на твоих родителей. Чтобы твоих родителей буквально мало что их оштрафует за этот пикет. Если ты не знаешь, то... Не, я же совершеннолетний меня оштрафует, да? Меня не перебивай. А, извините. Твои родители несут уголовную ответственность до 23 лет за воспитание ребенка. Если ты совершеннолетний 18 лет, то это еще не значит, что ответственность родителей пропадает. Нет, они до 23 лет спокойно несут ответственность. Так что не волнуйся. И сесть за меня могут, да? Да. К сожалению, да. Не я сяду, а они. Крест. Крест. Или я все-таки сяду? Это их крест. Ты свой крест несешь, а они свой несут. То есть я буду на свободе, а они сядут, вы думаете? Нет, они не сядут, только страховать будут. Финансово. А я сяду. Я не знаю, что с собой бывает страны. А, страна целая. Это как все пришли. Это как все пришли. Он у нас... То есть сразу или расстрел... Буманной. Или тюрьма, да? Ну, расстрела у нас нет, если вы не знаете до сих пор со своей гражданской позиции. У нас мораторий на расстрел. Ну, а таких, в которую чаще всего руки не морают. На передовую бы я лазу бы, а там были посмотрели бы. За какую сторону наступать. Значит, таким образом. Фотоотчет каждый день. Хотя бы раз в день, в вечер. Я не прошу вас, пожалуйста. Мероприятия. Все мероприятия. Вот все онлайн мероприятия, которые вы проводите, а вы обязаны сейчас проводить под куратор. Я вам снимала. Там будет завод. Все проводим. Я обязан пощищать. Обязаны участвовать. А если не буду... Ну, тоже, получается, жалоба водительства? Ну, с точки зрения как замдиректора, я уже могу воздействовать на ваших родителей. А почему не на меня самого? А что на тебя воздействовать? Ну, как бы ты не знаешь, я тебе же уже рассказала. Тебе объясняешь, а ты назад ответку мимо даешь. Что тебе объясню? Ну, теперь буду через родителей, через папу, который не знает, что с тобой делать. Я тебе просто не завидую. Мне тебя жалко. Так вам руководство сказало таким заниматься? Каким таким? Ну... Ты побудь на моем месте, а потом узнаешь, кто мне сказал. Меня еще шуршили. Знаешь, как будут за тебя? А кто? Тише, ты рассказываешь, кто... ты кто такой? Ты только 18-й, да мне 52 года уже, мальчик. Просто интересуюсь. Да твой интерес, возьми тогда законы почитай. Не в том месте у тебя интерес на букву С. Законы возьми и читай. А что на букву С? Блин, это гамбурка такая есть. Хе-хе-хе-хе-хе. Интересно, а букву С. Хе-хе-хе.